Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, 9 августа у нас на дворе. И мы с вами пройдемся, посмотрим в каком состоянии на сегодняшний день находятся технические и универсальные сорта винограда. Конечно, до созревания нам еще некоторое время, но тем не менее покажу кое-что меня уже удивило. Поэтому делюсь этими наблюдениями с вами. Начнем мы с Галанта. У него в этом году будет первое полноценное плодоношение. Очень активно красится. Ягода уже почти синяя. Но краситься он начал достаточно давно, я вам это показывала. В принципе, ягода еще очень твердая. Я, конечно, ради интереса померила сахар. Но пока что ему очень рано. 14, ну, еще только первая половина августа. Конечно же, еще до созревания достаточно далеко. И вот рядом проглядывают такие пестрые гроздочки. В утреннем солнечном свете они такие розоватые. Вот на той плоскости видно, что грозди больше окрашены. Это ханка. Вот она только еще начинает набирать цвет. Хотя по срокам она тоже ранняя. Мускат Блау пока вот такой. Цвет еще только набирается. Тут же рядышком с ним Свенсен Ред. Ну, вот у Свенсена еще совсем-совсем-совсем зеленые гроздочки. Пока и признаков окраски не видно. Красиво-компактные гроздочки. Это зигиреба. Практически уже ягодка налилась. С этой стороны она еще пока полностью зеленая. При том, что то была более солнечная сторона, а с более теневой. Хотя вот сейчас раннее утро, и сюда попадает солнечный свет. Ягодка начинает розоветь на этой гроздочке. И там дальше видно, она вот прямо на глазах начинает окрашиваться. Красивые темные гроздья у зилги. Причем вот на этом кусте много таких гроздей, прям как шишки плотных. Ягода уже достаточно темная. Хотя вон есть еще гроздочки не полностью окрашенные. Но здесь сахар еще совсем низкий. 12 всего лишь. Вот второй кустик зилги. Здесь ягодка и не такая яркая. С одной стороны, с другой стороны и гроздочки такие более рыхлые. Но здесь гораздо больше нагрузка. Я уже как-то говорила, порядка 80 побегов. На каждом сколько заложилось гроздей, столько и заложилось. В общем-то по 3-4. Но она эту нагрузку хорошо тянет. Поэтому мы все и оставили. Русский ранний еще только начинает набирать цвет. Хотя я как-то нашла старые фотографии, где русский ранний на 23 июля уже был достаточно ярко окрашен. Но дело в том, что вот в этом году тут урожайчик такой скромненький. Весной его поела мышка. И фактически все это пошло из замещающих почек. Поэтому, конечно, и отставание такое, и урожай гораздо скромнее, чем обычно. Реформ в этом году выдает вот такие вот хорошие, плотные, красивые грозди. По-хорошему их даже можно было прореживать немножко. Но уже может быть поздновато. А вот чуть раньше это можно было бы сделать. Ну, конечно, это большая. Это не реформа. Это преображение. Вот там дальше его гроздики висят. Чуть-чуть ягодка начинает светлее. Чуть-чуть ягодка начинает размягчаться. Но пока еще все достаточно зеленое. Особенно там, если чуть-чуть взять глубже, то еще все совсем-совсем зеленое. Хотя размер... Чуть-чуть, может, еще ягодку подольет. Но практически уже ягодка достигла своего размера. Симоне тоже еще не в полноценной окраске. Но дело в том, что Симоне отсюда мы его будем убирать. Чуть позже расскажу, что, как и почему. И вот там есть залом лозы. Один всего лишь рукавчик, залом. И поэтому, конечно, питание тут у него не самое лучшее. Поэтому он и зреет несколько позже. И выглядит скромновато. В отличие от предыдущих лет. Хотя потенциал у него очень хороший. Но об этом подробнее тоже как-нибудь в другой раз. Зеленая красивая гроздь здесь. Это ядвига галюнаса. Но вот ягодка белеет. Пока еще окраса нет. Но вот здесь лепсно. Чуть-чуть начинает набирать цвет. Чуть-чуть ягодка становится такой... Пока что даже, можно сказать, сероватой. Вот буквально чуть-чуть. Ну, я думаю, что пару дней и кустик загорится уже яркими красками. В сапогу у нас и так всегда имеет зеленый цвет. Но пока еще ягода достаточно твердая. Вот это красивенькие гроздочки. Это Вардова. Тоже пока еще совсем-совсем зеленые. А вот эти покрупнее рядышком. Это Сле. Тоже зелененькие. Но в этом году сама ягода в грозде, мне кажется, гораздо крупнее, чем в прошлом. Вот это паланга. Ягода начинает белеть. И я думаю, что вот-вот начнет набирать окраску. Муку заняв второгодочку. Очень были слабые кустики в прошлом году. Я их высаживала на уровне пяти листиков. Но тем не менее, мало того, что хорошо выросло. А вот еще дает урожай. Я об этом, кстати, рассказывала несколько раз. Но ягодка только-только начинает краситься. А сам кустик вот отхожу подальше и показываю. Вот такой. Большой и сильный. На самом деле здесь два. Я не была уверена, что они выживут. Поэтому посадила два в одну яму. Ну, так уже и буду их растить. Ну, а теперь на закуску самое интересное. Два сорта, которые меня не просто удивили, а очень удивили. Значит, вот это у нас туран. Вот уже такая ярко окрашенная ягода. Конечно, есть здесь гроздочка. Вот только начинает краситься. Все остальное уже полностью окрашено. И у него я померила сахар. И сахар у него уже 16 брикс. Ну, для меня это так достаточно удивительно. Потому что на самом деле время еще совсем раннее. Им еще зреть и зреть. И вот, наверное, недели две назад я вам показывала. Только начал набирать окраску. Сейчас уже сахар в 16. Конечно, по такому сахару комментарии я вам дам в конце. Но вообще кустик очень удивил. Сам он вот такой. Тоже достаточно большой. Побеги у него хорошие, большие и мощные. Садила я его в прошлом году. Но его я садила двухлеткой. Хотя саженец был маленький совсем. Но, тем не менее, видите. Как говорится, маленький да удаленький. И, конечно, я думаю, что он вполне может претендовать не просто на ранний срок, а на очень ранний срок. Посмотрим, конечно, как будут развиваться события. Но пока удивил. И еще один сорт, который меня очень удивил. Это ландонуар. Небольшие такие гроздочки. У кого-то совсем пряменькие. Где-то немножко с крылышком. Ягодка, конечно, меленькая совсем. Но на сегодняшний момент у ландонуар понятно, что я, конечно, выбирала самые спелые ягодки в грозди. Но, тем не менее, 18 брикс сахар. Туран меня удивил. А ландонуар очень-очень удивил. Потому что, конечно, это сахар очень высокий. Вот для такого времени посмотрим, что будет в динамике дальше. Но пока вот эти двое ребят, они в лидерах. Он тоже показывал весь кустик. Вот. Вот такой большой, мощный, красивый куст. Тоже садила я его в прошлом году. Мне его прислали четырехлеткой. Но это была очень микроскопической четырехлеткой. И корней там было очень мало. И он был весь в щитовке. И побег был практически высохший. Там буквально с нижней, с одной или с двух почечек он пошел расти. Ну, видно, ему очень здесь понравилось. И уже он пошел расти. И так пошел расти. Ну, видите, вот, что у нас здесь с одной стороны и с другой. С этой, конечно, немножко поскромнее. Но, тем не менее, сигнальный урожай есть. Посмотрим, какие кондиции он наберет в итоге. Пока не просто радует, а очень радует. Я бы даже сказала, впечатляет. Как видите, все находится в разном состоянии. Конечно, некоторые сорта очень удивили уже таким высоким содержанием сахара. Возможно, этому поспособствовала жаркая, сухая погода, которая у нас стояла длительное время. Возможно, это и сортовые особенности. Но пока я не могу это точно утверждать. Потому что тураны, ландонуар у меня плодоносят первый год. Поэтому будем наблюдать, смотреть. Но, тоже, что важно, да, у нас уже достаточно высокий сахар. Но ягода еще абсолютно не готова. Нам еще нужно, чтобы она набрала фенольную зрелость. Более подробно о степенях зрелости винограда. О том, в какой стадии, какой виноград снимать, мы, конечно, с вами поговорим. Но чуть позже, когда это время приблизится. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мой контакт. До новых встреч!